19-летняя Нелли знала, что певец Александр Барыкин часто бывает у них в городке. Он в Брянске открыл свою студию, как передавали по местному ТВ. Девушка, скорее всего, даже не обратила бы внимания на такие новости, если бы ее мама их не пересказывала. Когда мне было 19, как тебе, я ходила на все гастрольные концерты. Барыкин этот гремел, он тогда был молодой и красивый. И Нелли как-то мельком бросила взгляд на экран телевизора и запомнила его. Очки под косматой челкой, будто темной помадой нарисованный рот и пальцы дрожащие на струнах гитары. Александр Барыкин стал популярным в середине 80-х и во многом своему успеху был обязан первой жене Галине. Он знал ее еще со школьной скамьи. Это была большая любовь. В этом браке родился сын Гоша, а потом супруги удочерили еще девочку Киру. Галина была сильной женщиной, которая привыкла все держать в образцовом порядке. Когда Барыкин был на пике популярности, начался затяжной гастрольный тур. Галина не могла быть все время рядом с мужем и семья постепенно начала разваливаться. Барыкин к тому времени уже стал много петь. Верностью он также не отличался. Галина не выдержала и ушла. Восемь лет после расставания с Галиной Барыкин жил один. С Нелли Власовой он случайно встретился в ночном клубе Брянска. Стареющий легендарный певец и юная красотка-провинциалка. Нелли позвонили друзья и сказали, Нелли, а будет певец Барыкин, посиди с нами поболтаем. Ты человек творческий, у нас будут какие-то темы общие. Эффектная шатенка писала неплохие стихи, играла на гитаре и работала в налоговой инспекции. Она приехала в клуб после работы, уставшая. Ей ничего не хотелось, тем более завтра надо было рано вставать. В клубе они сидели рядом. Барыкин отметил, что у девушки очень красивые длинные пальцы и поинтересовался, играет ли она на фортепиано. Барыкин нараспев произнес ее имя Нелли, 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 на качели полетели. Нелли парировала в рифму лишь в апреле. Он удивился, ты сочиняешь стихи. Александр Александрович включил все свое обаяние, чтобы произвести на девушку впечатление. И у него это получилось. Девушка дала ему понять, что для нее он является лучшим мужчиной в жизни, и ее не смущает разница в возрасте. Она уехала, оставив ему номер телефона. На следующий день Барыкин пригласил Нелли поужинать в ресторан, а вечером у него был поезд в Москву. На нее обрушился шквал сообщений, которые он писал в дороге. Барыкин звонил постоянно из Брянска, из Москвы с гастролей и присылал цветы. Он приезжал, чтобы просто ее увидеть, приглашал в Москву и возил на концерты. А однажды она просто приехала в Москву и осталась на ночь в его загородном доме. Александр без конца ей твердил, у тебя талант, ты должна петь со мной, ты создана для сцены. А вскоре девушка оставила работу и отправилась с Барыкиным на гастроли в качестве бэк-вокалистки. Влюбленный Барыкин обещал Нелли, что сделает из нее звезду. Певец пытался раскрутить любимую, но ее пение никого не впечатляло. Талантливая и необыкновенная она была исключительно для него. Через два месяца после знакомства Барыкин сделал Нелли предложение, сказав, чтобы птичка не упорхнула, ее нужно окольцевать. Они подали заявление и Барыкин отбыл в Москву, оставив девушку в полной растерянности. Во-первых, у нее не было ни платья, ни туфель, а во-вторых, и в главных, родители вообще были не в курсе их романа. Мама, через неделю у меня свадьба. Нелли просто поставила ее перед фактом. Зачем? Только спросила она. Уже потом набросилась с расспросами, кто избранник да Барыкин на сцене стоял когда-то еще не родилась. Но отговаривать Нелли было совершенно бесполезно. Родители Нелли были в разводе. Отец, получив приглашение и узнав, кто жених, бросил трубку. Он был моложе жениха на целых пять лет. Женитьбу на Нелли друзья и родные Барыкина назвали жуткой глупостью, но он никого не желал слушать. Ну а невеста только в свидетельстве о регистрации брака увидела дату рождения жениха. До этого Барыкин утверждал, что ему 45, а на самом деле ему было 53. Поселились молодожены в столицу, а Нелли забеременела сразу после свадьбы. В 2006 году у них родилась дочь, которую назвали Евгения. Надо отметить, что музыканты, работавшие с Барыкиной, мягко говоря, недолюбливали его жену. Многие даже покинули коллектив после появления Власовой, из которой Александр отчаянно пытался вылепить звезду. Место концертного директора занял отчим Нелли, ничего не понимавший в шоу-бизнесе, так что дела пошли совсем плохо. Барыкин уставал, сказывался возраст, темп гастрольной жизни, плотный концертный график и перелеты. Он часто глотал валидол, особенно после концертов. Однажды он просто не дошел до гримерки, побледнел, прислонился к стене и, сползая на пол, попросил. Принеси валидол. Нелли не на шутку испугалась. Она не раз говорила, Саша, нужно себя жалеть, ты уже не молодой, на тебе лежит ответственность. Ведь у тебя дети, подумай о них. Барыкин не слушал, лишь отмахивался. Я не собираюсь умирать, не надо держать меня за немощного. Барыкин гордился молодой женой и страшно ее ревновал. Стоило на Нелли кому-то посмотреть, тут же градом сыпались подозрения. Ты с ним знакома? Что между вами было? Почта в ее мобильном телефоне проверялась ежедневно. И, видимо, не просто так. Роль матери Нелли по вкусу не пришлась, ей хотелось общения и развлечений. Муж стал для нее слишком скучным и слишком старым. С дочкой сидела мама Нелли, а Нелли наверстывала упущенное на тусовках. Иногда вообще не приезжала домой на ночи, говорила, что осталась у мамы. А там она даже не появлялась и не ночевала. Все эти переживания не прошли для Барыкина бесследно. На нервной почве он серьезно подорвал свое здоровье. Об этом вспоминали многие из его коллег. А однажды он и вовсе увидел, как его супруга целуется с каким-то молодым красавцем. После этого Нелли собрала вещи и объявила супругу, что полюбила другого. Барыкин умолял жену не уходить, но Нелли уже все решила. В 2010 году они расстались, но официально развестись не успели. В отчаянии Барыкин направился в Иерусалим молиться у гроба Господня. Он завязал с алкоголем, но, увы, его старания были напрасны. У Барыкина на фоне переживаний начались серьезные проблемы с сердцем. Случился гипертонический криз, а затем микроинфаркт. Умирая в местной больнице, он все время повторял одно имя Нелли. Ему было всего 59 лет. Короткий брак обеспечил Нелли безбедное существование. Нелли не скрывала, что Барыкин для нее был всего лишь трамплином в столичную жизнь. Получив квартиру, машину и авторские отчисления, супруга оставила фамилию Барыкина. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.